МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие зрители! На этот раз мы решили уйти с улицы Ульяновска и переместились на Соборную площадь, где находится, пожалуй, самый известный в мире памятник Владимиру Ильичу Ульянову Ленину, создателю первого в мировой истории социалистического государства. Совсем скоро, 22 апреля, исполнится 80 лет со дня его открытия. В этот же день мы будем отмечать 150 лет со дня рождения человека, которому поставлен этот памятник. Предложения о сооружении памятника стали поступать сразу после кончины Владимира Ильича, 21 января 1924 года. В Симбирске уже в траурные дни стали собирать средства на памятник. Обсуждались самые разные варианты скульптур. В Государственном архиве в личном фонде краеведа Александра Жеркевича хранится фотография проекта памятника трибуны. Его предложил архитектор Иван Петрович Суханов в первые месяцы после смерти Ленина. Но этому проекту не суждено было реализоваться памятником трибуны и стал мавзолей в Москве. Лишь спустя 15 лет принимается решение о сооружении монумента Владимиру Ильичу Ленину на его родине. 20 апреля 1939 года на совещании председателя комитета по делам искусства обсудили проект памятника, автором которого был Матвей Генрихович Манезер. На нем присутствовала Надежда Константиновна Крупская, жена Владимира Ильича, а также известные скульпторы Сергей Дмитриевич Меркуров, автор памятника Карл Маркс в Ульяновске и Вера Игнатьевна Мухина, автор памятника рабочей колхозницы в Москве. Известно, что эскиз подобного памятника был создан Матвеем Генриховичем еще в 1924 году. Ленин в ветреную погоду в развивающемся накинутом на плечи пальто. Этот мотив был развит в окончательном варианте скульптуры. Проект постамента разработал главный архитектор Лен Гиппрогора Владимир Александрович Витман. Изначально сам постамент был более сложным. Он напоминал башню Броневика. И, по мнению экспертов, сам Ильич смотрелся на нем немного толстоватым. Среди замечаний прозвучало придать облику Ленина больше простоты и жизненной непосредственности. А в пункте «В» было сказано произвести изменения в пропорциях фигуры с целью удлинения и убавить излишнюю полноту. 7 мая 1939 года трудовой договор с Манезером на выполнение фигуры памятника Ленину в Ульяновске заключает Горсовет в лице исполняющего обязанности председателя Ефима Ивановича Зиновьева. Интересно, что на тот момент Матвей Генрихович был беспартийным. Немец во происхождении, воспитанник Царской Академии Художеств. Его отец был автором художественного портрета последнего российского царя Николая II. Но на это закрыли глаза, поскольку Матвей Генрихович был талантливым скульптором. Еще в 1937 году было принято решение об установке памятника на площади 1 мая. Сегодня это Соборная площадь. В связи с этим началась ее ударная очистка от строительного мусора, который образовался после сноса соборов. Вслед за этим приступили к планировке площадки и земляным работам. К слову сказать, Манезер предлагал установить памятник на пересечении улиц Карла Маркса, нынешнего Гончарова и Ленина, на месте снесенного Вознесенского собора. Он полагал, что памятник затеряется на обширной пустой площади. Позже, согласившись с современным вариантом, скульптор считал необходимым возвести на площадь два больших здания. Эти предложения были учтены в генплане Ульяновска, разработанном еще до войны. В дальнейшем план был реализован лишь частично. Ограничились строительством здания обкома. Теперь это здание правительства. В сентябре 1939 года началось рысье котлована под постамент размером 13 на 11 метров и глубиной более 3 метров. Сам котлован на месте памятника копали без экскаваторов и бульдозеров, вручную. Мужики лопатами складывали грунт в повозку, а лошади его вывозили. Сам постамент возводился в зиму в конце 1939 года, в начале 40-го. Чтобы цемент не застывал и могли застись работы в холодное время года, возвели специальный степляк. Его складили из досок в конце ноября 1939 года. В нем поддерживалась весовая температура около 7 градусов. Внутри топили печи и было проведено электричество. При строительстве постамента подвозился цемент Сенгелеевского завода, бутовый камень Стошлинского карьера, песок с реки Волга. Кроме того, с далеких шальских разработок Карелия в Ульяновск было доставлено 180 тонн шлифованного серо-розового гранита. 28 января 1940 года 13-ти ярусный постамент был готов и принят с оценкой хорошо. Местное руководство торопило мандеры с работой над культурой. Ульяновцы просили подготовить ее к отливке в феврале 1940 года. Однако в письме начальника Ульяновского горкомхоза мандер ответил следующим образом. Сновая всю ответственность, которую я несу, я не могу поступиться из-за срока к качествам работы. Председатель исполкома Ульяновского горсовета Михаил Семенович Поганяев специально обратился в наркомат путей сообщения СССР с просьбой о содействии срочной доставки в Ульяновск статуи Ленина. Время доставки памятника в разных документах указывается разное, но в большинстве говорится, что бронзовый памятник в 6,5 метров, отлитый на ленинградском заводе монумент скульптура, был доставлен на станцию Ульяновск 1-й 13 апреля 1940 года. Потом несколько дней его монтировали, установили на постамент, закрепили стальным стержнем и метровыми болтами. К знаменательному событию площадь 1 мая была переименована в площадь Ленина, а улица 25 октября в улицу Ульянова, которая позже превратилась в эспланаду. 22 апреля 1940 года, в день 70-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина, состоялось открытие монумента. На торжественное мероприятие приехал скульптор. Матвей Генрихович сказал, «Памятник лучше всего характеризовать следующим образом. Это Ленин в дне октября, твердо уверенный в правоте и конечной победе своего дела. Ленин проницательно и бодро смотрящий вдаль, в будущее человечества. Ленин, окруженный бурно стихией, ветром, рвущим с его плеч накинутое пальто». Авторы памятника, скульптор Матвей Генрихович Манезер и архитектор Владимир Александрович Витман, в 1941 году за эту работу были удостоены Государственной премии СССР. А вариант этой скульптуры на Брюссельской международной выставке в 1958 году получил высшую награду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова